День добрый, с вами Смирнова Ирина. Продолжаем настраивать наш блог на WordPress с помощью плагина Jetpack. И сегодня в центре нашего внимания будут две опции этого плагина. Опция публикация и опция поделиться. С чего мы начнем? Первое, что нам нужно сделать, это зайти в настройки Jetpack и подключить такую опцию, как публикация. Что это за опция? Эта опция дает нам возможность присоединить наш блог к тем социальным сетям, в которых мы работаем. И при публикации нашей статьи сразу же дать анонс о наших действиях на блоге. Это очень удобно и самое главное, это экономит очень серьезное наше время. Итак, после того, как вы активировали опцию публикация, вам необходимо выйти в настройки этой опции, просто нажав вот на эту ссылку настройки. И вы сразу же попадаете в настройки кнопок поделиться и публикации в социальных сетях. Итак, первым у нас стоит Facebook. Если вы в Facebook имеете фан-страницу, которая соответствует тематике вашего блога или выполняет какую-либо задачу по тем возможностям и тем целям, которые вы ставите на своем блоге, то тогда, естественно, вы будете подключать эту публикацию к своей фан-странице. Если же у вас нет такой страницы, то, естественно, вы можете просто дать в ленте новостей Facebook информацию о том, что вы сделали новую публикацию на своем блоге. Как мы подключаемся? Вы нажимаете вот на эту кнопку «Подключайтесь» и Jetpack дает вам возможность сразу же выйти на те ресурсы, которые есть у вас в Facebook. Вот в данном случае стоит вот здесь кнопка рядом с лентой Ирины Смирновой. То есть здесь, если я ставлю эту кнопочку, то у меня публикации пойдут в моей ленте новостей. Если же я установлю кнопку на фан-странице, которая называется «Все для начинающего блогера», то в этом случае мои анонсы пойдут именно на эту страницу. Я выбираю вот эту фан-страницу. У вас будут здесь показаны те фан-страницы, которые у вас созданы. Вы, естественно, выбираете то, что вам необходимо и кликаете на кнопку «Ок». Вот здесь вот в этом чекбоксе вы ставите галочку только в том случае, если у вас несколько авторов на вашем блоге. Если же вы единоличный владелец собственного блога, то вот этот чекбокс вы можете игнорировать. Итак, нажимаю кнопку «Ок» и посмотрите, видите, у меня сразу появляется информация о том, что в данном случае Facebook у меня подключен как «Все для начинающего блогера». То есть все анонсы пойдут у меня именно на эту фан-страницу. Далее я подключаюсь к Twitter. Нажимаю кнопку «Подключайтесь» и WordPress пытается использовать собственную вашу учетную запись. Для того, чтобы вы могли подсоединить WordPress к учетной записи в Twitter, вам достаточно кликнуть вот на эту кнопочку «Авторизовать». Сейчас вы будете перенаправлены обратно в приложение. Это может занять несколько секунд. И вы попадаете на настройки собственного блога. Кликаем «Ок». И как видите, уже вторая опция, опция Twitter у меня здесь подключена. Абсолютно одинаково идут подключения с остальными социальными сетями. Давайте еще вот подключим Google+. Здесь вы выбираете возможности, те, которые у вас есть на Google. Это или ваша бизнес-страница, или ваш профиль, или ваш веб-сайт. Тот сайт, который создан у вас как бизнес-сайт на Google+. Я выбираю профиль. У меня идет информация «Запрос на разрешение к подсоединению, подключению автономного доступа». Я, естественно, разрешаю, игнорирую данный чекбокс, кликаю «Ок» и вижу, что у меня здесь подключен уже Google+. То есть, как видите, все очень легко и просто. WordPress очень дает доступное подключение. Вам не нужно здесь никаких дополнительных настроек. Вы просто выполняете те действия, которые вам предлагает WordPress. Итак, мы подключили эти в социальные сети. Где мы их теперь можем обнаружить? Если вы решитесь добавить новую запись на своем блоге, то после настроек данной опции вы увидите, что в блоке «Опубликовать» появляются дополнительные ссылки. Это в данном случае так, как подстраивала. Facebook у меня будет показано, что после нажатия кнопки «Опубликовать» анонс пойдет на Facebook на страницу «Все для начинающего блога». Пойдет в Twitter в аккаунт «Ирисмир». «Ликанглин» пойдет в аккаунт «Ирина Смирнова». В Google+. Плюс тоже пойдет в аккаунт «Ирина Смирнова». Как только вы опубликуете новую запись, вы получите вот такой блок после публикации. То есть здесь будет у вас... Этих ссылок у вас уже здесь не будет. Здесь просто будет показана информация о том, что публикация уже прошла. Вы можете редактировать данные сведения, зайти вот сюда и увидеть, что здесь у вас происходило. Или можете войти в «Настройки». То есть вернуться опять туда же, где мы только что с вами были. В предыдущей записи я говорила о настройках виджетов от Jetpack. Могу сказать следующее. Как только вы публикуете новую статью, вы можете определить, прошла публикация или нет, буквально по этим виджетам. То есть вот, например, виджет Твиттера очень быстро, буквально через минуту-полторы, показывает о том, что публикация на Твиттере прошла. Вы здесь увидите вот то, что отображено в данном случае, в этом виджете. Точно такое же отображение идет и в самом Твиттере. То есть идет, видите, крупная картинка и идет ссылка на вашу статью. То же самое будет и в Фейсбуке, и то же самое будет в Гугле, если вы туда зайдете и внимательно все посмотрите. Итак, с опцией публикации мы с вами разобрались. Теперь давайте разберемся с настройками опции «Поделиться». Переходим в Jetpack настройки. И здесь нам важно активировать вот такую опцию, которая называется «Шеринг». Выходим в настройки этой опции. Это практически та же самая страница. Спускаемся немножечко ниже и видим настройки кнопок «Поделиться». То есть в данном случае нам уже не надо устанавливать какой-либо логин, который поможет нам установить социальные кнопки. Не надо устанавливать никакого кода. Jetpack нам предоставляет вот такую возможность. Он нам дает доступные сервисы. Сервисов здесь не так много, но вы можете добавить новый сервис, выйдя вот по этой ссылочке. Для того, чтобы выбрать те сервисы, которые вы хотели бы, чтобы увидели ваши посетители, хотели бы, чтобы они поделились, вы можете просто перетащить кнопку с верхнего поля «Доступные сервисы» в поле «Включенные сервисы». Ну, например, давайте я перетащу вот такую кнопку, как «Пинтерест». Вот я сюда ее просто перетащила, вот она здесь появилась. Я могу перетащить кнопочку «Скайп». Даже есть такая опция. Можно электронную почту поставить, пожалуйста. Обратите внимание на то, что вот здесь внизу появляется интерактивный предварительный просмотр. Каждая новая кнопочка отображается здесь в нижней части экрана. Давайте поставим вот сюда вот «Покет». Видите, вот он, «Покет» здесь установился. Теперь мы выбираем внешний вид кнопочек. В данном случае у меня показана только иконка. Я обычно пользуюсь только иконками, они более аккуратные. Но у вас здесь есть выбор. Иконка и текст. Посмотрите, как меняется сразу внешний вид. Только текст. Здесь может быть официальные кнопки. Я, как я уже сказала, выбираю только иконки. Они аккуратные и красиво смотрятся и привлекают внимание. Они яркие. Здесь я пишу ту информацию, которую бы хотела, чтобы увидеть над этими кнопками. Такой призыв такой поделиться. Можно написать «Понравилась статья». Как это обычно у нас пишут, да? Поделись. Вот сразу поменялась надпись. То есть вы здесь можете продумать тщательно эту надпись, чтобы активировать вашего читателя. Здесь в чекбоксиках вы выделяете те страницы записи, где бы хотели, чтобы эти кнопочки стояли. Я ставлю обычно на записях просто. Вот если вы поставите на самый верхний, в самом верхнем чекбоксе, то у вас будут отображаться они на главной странице. Но мое мнение, что на главной странице такие кнопочки немножечко делают внешний вид страницы неаккуратным. Но выбор за вами. Как вы считаете, так и делается. Здесь вы можете ввести имя владельца сайта. То имя, которое соответствует вам в Твиттере. Все, сохраняем изменения. Теперь давайте посмотрим, как эти кнопочки будут смотреться. Выхожу на любую статью и в конце статьи вижу вот эти кнопочки. Это я показала кнопочки вам на другом сайте, как они смотрятся. Поэтому здесь вот эта информация поделится. Ссылка осталась такой, какой предложил нам логин. Итак, мы с вами настроили две опции, которые очень полезны для нашего сайта, которые не нагружают сайт и являются, будем говорить, родными для WordPress. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.